многие называют каску украинский музыкальный феномен это это не просто группа несмотря на все то что на всю эту критику которая обрушивается сейчас на них и вот во время моим моих встреч здесь лос-анджелесе со многими продюсерами и людьми из шоу-бизнеса то есть я чувствую этот интерес и всем интересно никто не понимает как песня на украинском языке в категории поп-музыки могла занять трое третье место в мире на платформе шизам то есть люди в поисковиках набирают каска там плакала да как это можно объяснить это сложно объяснимо и это просто но еще раз доказывает и указывает на то эта ситуация что сегодня современной музыки возможно все абсолютно я делю песни вот вы спрашиваете меня ну я у меня есть такая градация просто песни хорошие песни хиты супер хиты и песни которые меняют жизни людей когда я смотрю на любой трек я смотрю первая на задачу которая стоит перед артистом и второе в какую категорию по моей по моему ощущению попадает эта песня да и вот ну вот каск песня каска плакала эта песня который меняет жизнь этом еще сто пятьдесят пять песен каких других артистов они могут быть просто хитами там поиграла месяц-два и через месяц они и забыли да ну вот как то так мне очень важно чтобы песня абсолютно органично сочеталась с артистом что такое песня это определенный эмоциональный посыл определенный набор месседжи который артист отправляет зритель чем правдоподобнее артист эти смыслы транслирует тем большего успеха он достигает актуальность то есть трек должен находиться в контексте времени он не должен выпадать из контекста времени то есть если мы работаем в сегодняшнем дне мы работаем например этом на американском рынке но трек должен быть в контексте американского рынка то есть он не может быть каким-то чужеродным потому что он тогда становится неформатным он не попадает в эфир и ну и так далее так далее потом я смотрю на смыслы насколько эти смыслы но важны лично для меня и важны для артиста и главное на что я опираюсь на свою интуицию то есть я мне кажется я понимаю какая песня сработает а какая провалится то что такое интернет что такое youtube самое важное преимущество максимально прямая связь между потребителем и артистом между музыкой и зрителям все и и при и это есть ключ то есть не нужно ничего там выдумывать ходить спрашивать больших продюсеров о музыке то есть нужно просто выложить ее в сеть и посмотреть на реакцию аудитории и я еще рекомендую многим там ну задайте вопрос там ребят вам нравится мой трек там 5 человек сказала не нравится 5 нравится окей а что не нравится если не сложно дайте мне пару комментариев и вот это должно по сути являться базы ну да и вы слушаете себя и как тот или иной аргумент резонирует да или не не резонирует и мне кажется что вот это ключ а если вам удалось построить платформу благодаря которой вы еще и монетизируете эту всю историю эти грубо говоря там комментарии да то есть они не просто нравится не нравится нравится на 1 доллар вот самое ценное понимаете то есть я верю мне нравится я верю я готов в это потратить свои деньги вот здесь . сборки то есть понимаете поэтому когда человек не просто знает а еще и платит это самый серьезный показатель того что музыкант развивается в нужном направлении в правильном направлении но если раньше без мейджора стать популярным в мире было невозможно просто невозможно . то сейчас все начинается онлайн если ты мега популярен онлайн онлайн набирает определенную критическую массу она выплескивается в оффлайн и ты играешь на всех радиостанциях так произошло с песней плакала и с эфирами в россии